Всем здравствуйте! Меня зовут Людмила Козловская. Я являюсь администратором группы «Активисты, не экстремисты». Сегодня мы поговорим с правозащитниками из города Семей, из правозащитной организации «Елимай» – «Защита прав человека в Казахстане». И вопрос, который мы хотим сегодня обсудить – почему необходимо признать КНБ террористической организацией? Сегодня рано утром на фейсбук-страничке вашей организации, правозащитной группы, появилась такая информация. Почему вы считаете… Во-первых, расскажите немножечко про свою организацию, кто может начать. И почему вы считаете, что действительно КНБ необходимо признать террористической организацией в Казахстане? Кто бы хотел начать? Серик, может быть, вы? Можно. Я сам увлекся волонтерством. Сам увлекся волонтерством. И первые мои впечатления о правозащитных организациях, видне, было на Асаре. То есть я там призвался в помощь детям. Позднее, потом я уже узнал, что у нас еще в Семипалатинске открывается наша правозащитная организация «Елимай». И я просто решил вступить туда, потому что я уже вижу, что настолько накал в нашей стране происходит, где нарушаются права человека, элементарные права человека, право на образование, право на свободу передвижения, право на частную жизнь. Ну и я решил с этим бороться. Телеген, а может быть, вы нам расскажете, как именно и сколько раз вас преследовали, может быть, ваших знакомых и других правозащитных активистов, и почему вы тоже захотели принять участие в правозащитной организации, что для вас это означает? Всего началось с 2016 года. Там, как минимум, меня преследовали два раза. Это бороться за свои права, заставить их работать. Подождите секундочку, Серик, подождите секундочку, я спросила сейчас Телегена. Неодновременно говорим. В 2018 году два раза, в 2019-м два-три раза, и уже в 2020-м пошло по увеличению. Около пяти или шести раз я подвергался всяческим преследованиям, и это натолкнуло мне на мысль, что наши права в Казахстане вообще никак не соблюдаются. Все пакты, которые ратифицированы по правам человека, у нас вообще не соблюдаются и нарушаются. И, соответственно, у нас люди тоже не знают своих прав, и я решил, что я должен этим заняться. Спасибо. Райгуль, скажите, вот вы очень часто консультируете с точки зрения юридической, как вести свою защиту, особенно в условиях, когда у тебя нет адвоката, как подавать апелляцию по административным политическим мотивированным или же уголовным делам. В каких городах на сегодняшний день вы знаете о подобных политических преследованиях, сколько их, и почему вы считаете, что ваша организация, конкретно вы, могли быть следующими, вот ваши семейские правозащитные активисты? Да, так получилось, что мне пришлось консультировать по таким вопросам, потому что все знают, что у нас за свободу слова, за то, что люди говорят правду, сразу же начинают, эти люди начинают сразу испытывать прессинг властей. И сразу начинают во внутреннюю политику в Акиматре. Страфуют, можно сказать, на ровном месте. Так вот, я вот хочу сказать, что столкнулась вообще с таким, ну, многие граждане Казахстана сталкиваются с такой ситуацией, что адвокаты не берутся за политические дела. Как только они слышат, что это дело политически мотивированное, они сразу говорят, ой, нет, прямо честно, прямо говорят, нет, нет, я не могу взяться за это дело. И сколько таких случаев сейчас? Сколько сейчас таких случаев вы знаете о том, что вот, сколько политически мотивированных уголовных дел, сколько человек сидит? Я знаю, что в ряде городов, в Алмате, в Астане, Актау, сейчас я вам скажу, что очень много возбуждено уголовных дел по 405-й статье. То есть это искусственно притянутые дела, политические дела притянуты к уголовным статьям. В Алмате, в Астане, Актау, Актобе, Шымкен, Павлодар, Экибастуз, ну практически весь Казахстан охвачен. Это и проведение незаконных обысков в отношении 87 правозащитных активистов. С последующими политическими арестами 12 человек. И заключены под домашний арест 11 человек. Ну это почти 100 человек уже. Да, это почти 100 человек, получается, что... И учитывая ситуацию, что сейчас именно преследуются правозащитники, это вот Веритас, недавно вот девочки с Актау... Семьи на вертуте, да. Семьи на вертуте, да. Вот они. Айзан, да, Айзан вообще мама маленького малыша. Несмотря на это, ее прям вот... Я вот сейчас по памяти не вспомню, на сколько там часов. Ну, дело в том, что она... 48 часов, как минимум, ее задержали. 48 часов, да, вот. И это только за то, что человек сказал правду. Люди говорят правду, все, нет у нас свободы слова. Поэтому я и мои коллеги, мы вот просто-напросто вынуждены изучать свои права. И сами себя мы защищаем, как можем, помогаем людям. То есть вот вы считаете, что после того, как столько городов подверглись вот именно таким волнам репрессий, семей, в принципе, следующий город, где также стоит ожидать подобного рода репрессий, правильно? С незаконными областями. Ну, естественно, мы же в Казахстане живем, не в другой стране. Если прошлись по всем городам, мы же не исключение, соответственно, мы вот сейчас решились на это, чтобы придать все огласки, чтобы люди знали, что творится у нас на самом деле. У нас вот идет сейчас прессинг. У нас просто-напросто, я вот назову это одним словом, у нас террор от власти. А кто стоит за этим террором? Вот кто бы из вас мог рассказать, кто именно стоит за этим террором в Казахстане? Потому что у террора всегда есть определенное лицо. Да, давайте рассуждать логично. Нас преследует МВД, прокуратура. То есть они все вместе, нас преследует полиция, прокуратура, суды. Ну, естественно, когда мы общаемся ближе с сотрудниками полиции, они оправдываются и говорят, что мы всего лишь исполняем приказ. Когда я у них спрашиваю, а чей вы приказ исполняете? Они исполняют приказ КНБ. Это не секрет. КНБ, напомните, еще раз расшифруйте, потому что нас будут смотреть же дипломаты и политики западных стран. Что такое КНБ? Кто является главой КНБ? Комитет национальной безопасности, главой которого... Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, главой которого является Карим Асимов. А его заместителем также является сама Атабиша, которая является премьерником Нурсултана Назарбаева, да? Да, да. МВД у нас возглавляет Тургумбаев, Ерланд Тургумбаев. Окей, хорошо. Алья, скажите, пожалуйста, вот из вашего личного опыта, сколько раз вы слышали о том, чтобы полицейские, судьи и так далее жаловались именно на то, что именно КНБ стоит за тем, чтобы отдавать подобного рода приказы? Ну вот я в течение полутора лет как бы преследуюсь этими службами, вот выйдя первый раз на пикет одиночный и во все вот эти структуры нас регулярно вызывали на беседы, внутренняя политика, приходили участковые, прокуратура, приходили домой, приходили на работу. Внутренняя политика – это Акимат, правильно? То есть Акимат также действует очень тесно в сотрудничестве с КНБ, и там есть специальный отдел, где сидят сотрудники КНБ, фактически осуществляют на вас давление. Это очень важно, потому что когда мы на встречах с дипломатами, с докладчиками или же просто с политиками говорим о том, что роль Акимата очень высока в преследовании политических и в сотрудничестве именно с КНБ, очень многие ставят это под вопрос и не понимают, почему так происходит. Поэтому ваши показания сейчас, они крайне важны для, в том числе, понимания со стороны дипломатов и политиков международных стран, в чем роль КНБ и как они сотрудничают именно с Акиматом и с другими структурами. Поэтому, если можете, вы здесь можете более подробно рассказать. Ну вот внутренняя политика, я так думаю, что это тоже одно из подразделений КНБ, потому что они присутствуют всегда, даже на одиночных пикетах, казалось бы. Но одиночный пикет у нас вот до недавнего времени, он тоже же был совершенно разрешенный, без всякого уведомительного характера. Мы выходили, ну как бы нас, как нас преследовали. Нам разрешали выходить, но неизменно нас, видеофиксацию проводили люди в гражданском. Однозначно, это не участковые и не полицейские. Это, соответственно, служба КНБ. И также на всех судах Джакишева присутствовали все эти службы. Любые акции, как бы протеста, вот люди, которые выходили, даже предприниматели, и все эти службы присутствуют на всех вот этих наших акциях. За этот период, да, с прошлого года, с июля прошлого года, у меня было восемь задержаний, два штрафа. И вы знаете, каждый раз я сталкиваюсь с тем, что совершенно не соблюдаются никакие законы. Уже даже не говорю про суды, да, а элементарно повестки, какие-то постановления, задержания. Никаких, ни протоколов задержания, ничего нет. И каждый раз, когда мы начинаем действовать по букве закона, да, мы им говорим, давайте вот в рамках правового поля, вот вы меня задержали, давайте составьте протокол задержания. Они говорят, а мы вас не задерживали. Я говорю, я сама прибежала к вам. Понятно. Хорошо. Спасибо. Серик, я хотела бы вам задать несколько вопросов. Вот скажите, пожалуйста, вы знаете о том, что в Казахстане больше 200 человек подбирались уголовному преследованию только за то, что они принимали участие в поминках Дулата Агадил, в том числе и на похоронах сначала Дулата Агадил, а потом на поминках, да. Многие из них, точнее, там, больше 70 человек в сегодняшний день вообще преследуются именно по уголовным делам. И вот вы принимали участие или пытались, принимали участие, насколько мы знаем, в похоронах Жанбалата Агадил. Я не принимал участие на похоронах Дулата Агадила. Еще раз? Жанбалата. Еще раз повторите, пожалуйста. Я был на похоронах Жанбалата Агадила, но не Дулата. Да-да, я понимаю. Я говорю, ну вы же слышали о том, что вот сколько было репрессий. Да, я слышал. Я сталкивался с этими людьми. Да-да-да. Я сталкивался даже с простыми рабочими, которые представления не имели об активистах. Просто откликнулись на зов сердца. Ну, увидели ситуацию и поехали помочь. И за это их закрывали. Вот, если бы мы могли про это рассказать, потому что это важно. Вы относительно недавно в активизме, да. То есть вы совсем, можно сказать, свежий человек. И с другой стороны, вы слышали, что происходит в стране. Насколько это повлияло на вас? Насколько вы считаете действительно, что это можно назвать террором? И почему вы так можете это назвать? Такие действия со стороны КНБ. Знаете, у меня после поездки, после того первых задержаний, я раньше представления не имел о правах человека. То есть мы меня заводили, отводили, допрашивали, отпускали. И я занимался активной деятельностью где-то на протяжении двух лет. Но в первый раз я вот столкнулся, что такое, оказывается, помощь правозащитников. Я узнал, что, оказывается, есть статьи. Оказывается, можно работать. Можно отстаивать свои права. Поэтому я и стал волонтером правозащитников. И в основном мы всегда подвергаемся гонениям со стороны КНБ. Первый, кто стоит за всеми этими МВД, поручениями, исполнителями, всегда стоит Комитет национальной безопасности в нашей стране. Национальный. То есть Комитет, защищающий Родину. Но, судя по характеру их работы, это защита правящего режима, а не защита народа. Защита правящего режима от своих же граждан. Защита семи и финансовых активов Назарбаева. Выставлены им коррумпированные системы управления народом. Вот. Я это вижу здесь своими глазами. А как вы, что вот, ну, за вами слежка какая-то происходила? Я хочу все-таки вернуться еще немножечко по поводу... Да, происходила практически тотальная слежка. Да, по поводу Женбалата. Всегда происходит. Где бы я ни появился, с кем бы я ни встречался, всегда за мной начинают следить. Я пытался и участвовать в мирном митинге Бахчан-Турегожный. Ну и там же... Это же был разрешенный митинг, правильно? 31 октября. 31 октября. 31 октября я, Айбек Сабитов, мы собирались специально на квартире, где должны были оттуда выдвинуться на митинг. Но за нами велось наружное наблюдение. Мы практически его замечаем. И таким наглым образом прямо следили за нами, ходили, прятались по кустам. За это время задерживали нас. Меня Айбека Сабитова в тот день, кстати, в тот период задержали трижды. Постоянно. Даже элементарно невозможно выпить чашечку кофе. Если садишься, то они садятся рядом, втаскивают диктофоны и записывают. Я не знал, что идет, знаете, вторжение в частную жизнь. Постоянно тебя преследуют. Постоянно подвигаешься и находишься сам, вот себя чувствуешь в такой стрессовой ситуации, что в собственной же стране не нарушая никаких законов. Вот такая у нас обстановка с активистами. Я хочу сказать, что в Казахстане критика власти считается уголовным преступлением. Свобода слова у нас запрещена. То есть если человек, хотя это право за нами закреплено, Конституции, мы имеем право критиковать власть. Потому что, по сути, настоящей властью является народ. Народ делегирует власть. Поэтому народ, мы, граждане Казахстана, имеем право критиковать власть. А власть не имеет права нас за это, за свободу слова, за то, что мы говорим правду. Власть не имеет права нас преследовать по уголовным статьям. Вот, собственно, именно по то, что мы до этого сказали, именно то, что я сейчас сказала, что за критику власти нас преследуют по уголовным статьям. Фабрикуются дела, прям вот фальсифицируются из воздуха. Только человек вышел, сказал правду, его сразу же начинают окружать сотрудники. Этот человек сразу испытывает колоссальный прессинг. А если сначала они начинают уговаривать, говорить не выходите, потом начинают угрожать, затем если человек настаивает на своем праве, тогда уже начинается прессинг по полной программе, начинается уже фабрикация уголовных дел. При этом в основу полагаются вообще недопустимые доказательства. А именно туда в качестве доказательной базы результат шпионажа за гражданами Казахстана, можно сказать, шпионят. Называют это таким удобненьким словом мониторинг. При этом мониторинге у граждан Казахстана не спрашивают их разрешения, а это прямое нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Мы не давали права разглашать нашу переписку, а ее, более того, нашу переписку шпионят за нами, не стесняясь, собирают эту переписку и не стесняясь, фабрикуют дела. И именно в доказательную базу наша переписка вкладывается. Алия, насколько... Спасибо большое, Райгуль. Я хотела бы еще уточнить такой момент. Насколько вообще граждане Казахстана имеют возможность защитить свои права в судебной системе Казахстана? То есть насколько вообще это возможно? Возможно ли из вашего опыта? Из нашего опыта это практически невозможно. Нереально. Мы с этим столкнулись. У нас сколько было судов. Практически мы все суды проиграли. Хотя мы очень много изучили статей по своей тематике. И законы у нас есть, но если бы они работали, они не работают. Законы есть, но они не работают в отношении политически преследуемых граждан. Вы знаете, почему я спрашиваю этот вопрос? Потому что огромное количество ресурсов, в том числе со стороны Европейского Союза, США, выделяется именно на реформу судебной системы Казахстана. Для того, чтобы усовершенствовать законодательство, работу судей. Насколько вы считаете, что эти ресурсы вообще направляются по назначению, учитывая все обстоятельства, учитывая политические репрессии? Ваш опыт? Не используют. И более того, еще правоохранительные органы, они еще используют такие методы, заводят в заблуждение. Вот я помню наши первые суды, ну, мы же не знали законов тоже, и не очень часто в наглую просто вводят в заблуждение. И более того, вот почему нас называют экстремистами? Экстремисты – это вот радикально настроенные элементы, которые не идут на какой-то компромисс, устраивают теракты и прочее. Ну, мы совершенно мирные граждане, и мы ратуем же за улучшение нашей жизни, каких-то экономических условий там, и за свободу слова. А правоохранительные органы на сегодняшний день, вот они поступают бандитскими методами. Вы знаете, сколько у нас испорчено смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов? Они изымают и портят нашу технику. Почему? Почему для них это что-то страшное? Почему именно телефоны, ваши смартфоны, компьютеры, фотоаппараты? Почему это одно из самых страшных для них устройств? Потому что они боятся гласности, не боятся права. А мы пытаемся защититься этим. Тлеген, вопрос у меня к вам. Сегодня день, когда проходит непосредственно диалог по правам человека между Казахстаном и Европейским Союзом. Сегодня Казахстан будет рассказывать Европейскому Союзу о том, как великолепно слушает вас государство Такаева. Кроме того, они будут рассказывать, какой диалог усердный, такой интенсивный диалог происходит между гражданским обществом и властями Казахстана. Вот что бы вы могли сказать на эту тему вообще? Насколько вообще можно говорить о каком-либо диалоге? И стоит ли верить чиновникам из Евросоюза таким сказкам? Блин, тут я могу рассказать очень многое. Это нереально много. Вы постарайтесь конкретно так, чтобы было все-таки... Понятно. Учитывайте, что это вас не будет слушать дипломаты. Не только своих... Да, да. Вот я вам скажу. Казахстан слушает не только своих граждан, не слушает. Он еще не слушает сам Европарламент, который принял резолюцию в 2019 году, что ДВК является мирной организацией. Но он сейчас шьет статьи по 405, по... 182 статьи. По гражданам, да, активным гражданам, правозащитникам и сажает их в тюрьму. Получается, Казахстан не слушает никого в своих интересах, получается, коррумпированных, тоталитарных интересах. Далее. Так как Казахстан подписал все договоры по правам человека, ратифицировал, но он их не исполняет. И вы это говорите о слушающем государстве. Также я могу сказать, что сейчас похожа ситуация, как с Польшей, когда сажали в 89-м году, был массовый террор над этими солидарностью. Так же за одну ночь, как у нас, приходят утром, сажают и получаются на несколько там кого как лет. И, соответственно, я хочу сказать, что в те годы весь мир наложил санкции на Польшу. И со временем в Польше пришла демократия. Почему бы Евросоюзу, США, Австралии, Канаде не наложить санкции на трех, получается, людей, кто стоит в этом главе нашего беспредела? Это глава КНБ Карим Масимов, глава прокурора Гизат Нурдаулетов и глава МВД Ерван Тругомбай. Вот, что я хотел бы сказать и Евросоюзу, и, а, слышащим, как бы, государстве. То есть, вообще, насколько можно говорить о диалоге? Который... Окей. Кто бы еще хотел сказать по поводу насчет диалога между гражданским обществом, обществом в Казахстане и правительством Такаева и режимом Мазарбайи? Я считаю, что диалог... Я бы хотел сказать, у меня видимость чего-то пропала. Да, вам надо видео включить обязательно, постарайтесь. Вы, может быть, не так... Смахните и попробуйте видео в другую сторону, почему-то вас не видно. Так, как мне вас попросить включить? Давайте вот так сделаем. Ну, Раигуль, пока вы пытаетесь подключиться. Нету. Меня слышно хотя бы? Да, вас слышно, слышно, слышно. Леген, закончите свою мысль, и тогда дадим возможность Серико воскрываться. Вот сейчас, вот в данный момент, мы наблюдаем политическую активацию простого гражданского народа, населения. Население, которое уже устало ждать и жить обещаниями. Они рождаются в данный момент и живут, и умирают здесь, на своей же богатой земле, ни с чем. Не способны оставить своим потомкам ничего, кроме долгов и страха за дальнейшую судьбу. Они живут так всю сознательную жизнь и не видели другой лучшей жизни. Разве что в картинке на телеканале Хабар. Идет выживание в Казахстане на грани нищеты и случайных заработков. Но если устраиваешься на работу, то только за мизерную плату. Вот что дал у нас этот режим, правящий режим Назарбаева. Да, разрешите, я так понимаю. Дело не в людях. Все идет вот сверху. И об этом вот сотрудники КНБ прекрасно знают. Пенсионку отобрали. Жилье у большинства половины населения взято в кредит. Альтернативы, конечно, у нас были. Но их сворачивают. Так как все банковские структуры, все подконтрольные финансовые организации, они все подчиняются вот этой семье. А КНБшники, вот они выбивают все из-под населения народа и служат уже режиму. То есть комитет национальной безопасности, который должен служить народу, он стал служить Назарбаеву. И вот все, что делается, это все делается здесь, ихними руками. Понимаете? Да, Райбуль, пожалуйста. Я по поводу диалога, мы просто, Серик, немножко отклонимся. По поводу диалога власти с народом. Вообще на самом деле, да, диалог – это мирные собрания. Допустим, есть, когда власть не слышит свой народ. Диалог, как происходит в цивилизованных странах. Люди выходят на мирные собрания, мирные митинги. А у нас это табу, страшное табу. Как только мы собираемся выйти на митинг и заявляем о том, что мы хотим выйти на мирный митинг, мы поднимем такие-то общественные важные вопросы, все, за нами сразу же устанавливается наружное наблюдение. На нас сразу нападают сотрудники полиции. А еще и сотрудники СОБР, они вообще в последнее время, пользуясь карантином, карантин, он вообще, как сказать, карантин, он объявлен не для репрессий, а властные структуры, да, пользуются этим карантином и преследуют граждан. Для них вот это вот страшное дело, когда народ говорит, что я выхожу на митинг, на мирное собрание, я выхожу на пикет, мне надоел этот беспредел в стране. Все, это для них как красная тряпка, люди тут же подвергаются нападениям, прям нападениям. И потом при таких нападениях у людей изымают, не то что изымаются, у них как, я даже не знаю, как это сказать, как бандиты нападают на людей и отбирают их личное имущество, сотовые телефоны. Сотовый телефон – это личное имущество гражданина. И когда вот так отбирают, это называется открытое хищение личного имущества. Это вообще уголовная статья. И сотрудники СОБР-полиции, они этим пользуются, потому что знают, что КНБ их прикроет. Собственно, оттуда и пришел же приказ. Все можно, вседозволенность, пожалуйста, иди отбери у этого гражданина, только пусть он не выходит на мирные собрания. Не дай бог услышат правду, не дай бог критика в власти пойдет. Поэтому по поводу диалога я скажу, у нас диалога нет никакого. У нас идет жесткая диктатура. Поэтому сейчас мы подняли именно вопрос о том, что у нас сейчас развязался самый настоящий правительственный террор. И поэтому я вообще сама постоянно вот за последние, на протяжении двух-трех лет постоянно подвергаюсь политическим преследованиям. Моя частная жизнь, да, это уже не моя частная жизнь, потому что, когда меня принудительно захватывают с улицы, я говорю именно захватывают, я хочу подчеркнуть, что меня захватывают. И насильственным путем меня просто берут, и я свободный гражданин, я не нарушала закон. Вот этот момент, еще если вы разрешите, я хотела бы немножечко уточнить. В одном из ваших пунктов заявления вы сказали, что у всех подписантов вашей правозащитной организации, что вы заявляете публично о том, что вы не держите дома никаких запрещенных предметов, что у вас нет на теле никаких шрамов, что у вас замечательное здоровье и так далее. Вот с чем это связано? Я сейчас скажу, это связано с тем, что, понимаете, на людей прям вот... Я вот к чему все это вела, хотела к этому привести, но немножко долго получилось. Понимаете, люди вот так вот произвольным нападением, задержанием подвергаются, и смотрите, что произошло с Дулатом Агадилом. Он погиб в СИЗО. А теперь еще одно политическое убийство. Но он же не просто так погиб в СИЗО. Его пытали сначала. Были факты с этой семьей. Пытали, да, его подвергли. Это все видели. И потом ему не оказали медицинскую помощь. Вообще не секрет, да. Было видно, его тело все синее от синяков и пыток. Он ушел из дома. Прекрасно было видно на кадрах, когда он вставал с постели, у него тело было абсолютно чистое. И каким его забрали родственники. Тут уже, знаете, тут даже и доказательства не требуются. Видно, что человека пытали, его просто запытали. И он погиб там. Я вот именно говорю погиб. Он не просто умер, погиб насильственной смертью. Когда говорят... Ну, мы называем это политическим убийством, как правозащитники. Да, это политическое убийство. Потому что он говорил правду, он выступал с критикой власти регулярно, постоянно. Правильно делал. Каждый гражданин должен так делать. А в случае с Жан-Булатом Агадил, вот смотрите, его убийство пытаются представить просто как... Ну, вот молодежь подралась. И кто-то там, убегая, три раза на всякий случай воткнул нож в сердце. Ну, это же вообще... Это тупизм, честно говоря. Я даже другое слово не могу подобрать, потому что это вообще смехотворная такая версия. Какое там бытовое убийство. Жан-Булат был единственным ценным свидетелем, который видел все, как это происходило. На фоне того, что граждане Казахстана, весь Казахстан требует справедливого расследования. Потому что расследование не было проведено, как положено. Все было... Ну, версия же видна, что притянута за уши и вообще сфальсифицирована. Вот смотрите, Светлана Тихановская, лидер оппозиции в Беларуси, она призвала ОМОН и другие организации, которые участвуют непосредственно в реализации преступных приказов, то есть избиениях, пытках, насилии, убийствах политических, признать террористическими организациями. У вас в заявлении тоже была ссылка именно на белорусский опыт. Насколько я понимаю, это вы именно... Ну, что именно стало для вас, скажем так, толчком, что именно вы решились объявить КНБ террористической организацией? Потому что, смотрите, вы хорошо привели вот этот пример с Белоруссией, да, я слежу за событиями в Белоруссии, и мы вообще проводили акцию именно в поддержку белорусского народа, потому что мы солидарны с народом Белоруссии, и мы восхищаемся ими, и поддерживаем их, и считаем, что там сейчас происходят процессы, я имею в виду со стороны народа правильные, нельзя молчать, нельзя, там диктатура, Лукашенко, он диктатор самый настоящий. И я хочу сказать, что, учитывая вообще вот опыт белорусского гражданского общества, да, мы должны все вот демократические страны, мы должны поддержать, но их и поддержали в принципе, да? Да, а вот вас поддержали, насколько вот у вас, вам нужна такая поддержка международная? Нам нужна, нам очень нужна такая поддержка, потому что мы сейчас в плачевном состоянии, у нас сейчас в отношении казахского, казахстанского народа, у нас сейчас проводится политика геноцида. Казахстанский народ сейчас вообще в крайней нужде, мы просто вымираем сейчас. Мало-средний бизнес уничтожается, работать не дают, жить невозможно. И я вот хотела бы сказать, что... Ну вот именно с точки зрения пыток, да, вот именно с точки зрения политических преследований, потому что КНБ все-таки в первую очередь отвечает именно за эти вещи. То есть насколько для вас важна политическая позиция со стороны Евросоюза, других стран, которые могли бы признать? Нам пора уже требовать, называть свои вещи, называть вещи своими именами, и нам уже пора требовать демократические страны, признать Комитет национальной безопасности Казахстана. Они действуют как методами террора. Я считаю, что мы не зря такой пост выпустили, потому что пора бить тревогу. Они уже превратились в террористическую организацию, они терроризируют целый народ. Спасибо большое. Леген, вот я хотела бы еще тоже... Можно я скажу, что именно вот КНБ, да, закончу свою мысль, именно КНБ, да, они не выполняют свою функцию, вот как Серик сказал, да, они не соблюдают национальные интересы своего народа, да, они вот именно занимаются террором мирных граждан Казахстана. Суды, и вместе с ними суды и генпрокуратура, они все соучаствуют в выполнении преступных приказов. Поэтому я считаю, сейчас наступила пора, когда нужно бить во все колокола и говорить о том, что у нас сейчас в стране совершается террор в отношении мирных граждан. Я хочу подчеркнуть, мы никакие не экстремисты, мы мирные граждане. Граждане. Мы последняя пятерка. Мы последние, вот остались правозащитники, которые сейчас сидим в страхе. Мы ждем, когда уже следующая наша очередь, потому что уже все, и Мангистау, Алмата, Палладар, Экибастус, вот за последнюю неделю только если смотреть, мы смотрим со сводок боевых действий, задержания, аресты, обыски. И вот мы взываем просто о помощи. У нас уже так сложилась последняя ситуация, последняя надежда, Людмила. Даже если у нас новости такие, мы как сводки, как будто бы с передовой фронта получаем. Это что такое вообще? Наш Казахстан вообще-то признан во всем мире, заявил себя Казахстан демократическим государством, где в самом названии нашей страны, республика Казахстан, уже заложены демократические принципы. Где они? Почему они не работают? И вообще есть институты, которые обязаны следить за тем, чтобы демократические принципы работали. А у нас есть защищающий нас международный пакт о гражданских и политических правах. Ну не только, у вас еще есть другие. Ну еще у вас есть соглашение расширенное о партнерстве и сотрудничестве международными. Еще не будем забывать о конвенции, о правах человека. По правам человека. И все это должно соблюдаться. Вообще это должно еще и контролироваться. Если народ просит помощи, это же не просто так. Значит, права в области... Иначе есть нарушение в области права человека. Или моя последняя правозащитная организация, которую вот уже, вот, вот, должны уже. И поэтому мы взываем, я еще раз говорю, у нас уже критическая ситуация. То есть мы сидим в состоянии, в ожидании арестов, обысков, задержания. Поэтому, пожалуйста, если там нас услышат, хотя бы кто-то, ну, просто мы взываем на помощь. Можно я дополню, да? Да, только давайте так, чуть менее хаотически. Я чувствую, что от вас эмоции просто бьют ключом. Но я хочу все-таки подвести это больше к итогу. И дать еще возможность высказаться... И дать еще возможность высказаться Алие. И вот легенда у нас постоянно исчезает, появляется, чтобы тоже высказаться. Смотрите, важный очень момент, что вот сегодня проходит такой диалог, потом есть рабочая группа по политическим заключенным между Казахстаном и США. Есть торговые договора, например, между Германией, Казахстаном, США и Казахстаном, Европейским Союзом и Казахстаном. И, конечно, вы как граждане делегируете свои полномочия. Ну, в официальном понимании каждого из дипломатов вы делегируете свои полномочия властям Казахстана, чтобы они от вашего имени говорили, насколько соблюдаются данные торговые договора. В каждом из этих торговых договоров есть пункт о соблюдении прав человека. И очень часто дипломаты, например, Европейского Союза, они говорят о том, что вот потому результаты диалога по правам человека между Казахстаном и Евросоюзом проходят абсолютно в молчаливом контексте, то есть они не публичные, потому что граждане Казахстана не хотят публичной огласки и переживают за разглашение своих персональных данных. Вот, пожалуйста, вы как правозащитники, скажите, насколько вы действительно подтверждаете этот тезис? Боитесь ли вы за свои персональные данные, которые огласит Европейский Союз в своих заявлениях в вашу защиту? Или же вы, наоборот, этого хотите? Потому что эту пропаганду очень важно разрушать. И я хочу, чтобы вы, как казахстанцы, как правозащитники, грамотные люди, которые на себе испытали огромное количество преследований, вы, возможно, следующие, кто будут арестованы по преступному приказу Масимова и Самата Абиша. Что вы хотите сказать на эту тему дипломатам, чтобы вы были первоисточником? Пожалуйста, каждый из вас. Насколько вы хотите, чтобы ваши данные были упомянуты в публичных заявлениях со стороны Европейского Союза и других западных стран? Я считаю, что надо такие вот факты, нарушения в области прав человека, надо всегда предавать огласки. Спасибо. Должен быть резонанс. Серик, вы как считаете на эту тему? Что вы можете сказать? Предать огласки. Предать – это наша последняя надежда. Леген, вы, пожалуйста. Это наше право. Я считаю, люди выставляют свои фотки в интернете, в инстаграмах, в разных социальных сетях и не боятся предать огласки. А ради прав это обязательно надо и нужно. Алия, вы как считаете? Я считаю, что раз мы выступаем как правозащитники, мы открытые. Мы действуем в рамках правового поля, и мы хотим, чтобы все это было открыто и честно, и об этом должен знать весь мир. О всех тех притеснениях, которые мы претерпеваем, и поэтому совершенно солидарно со всеми, что да, мы должны об этом озвучивать. Да, но самый важный вопрос – будет ли европейский… То есть надо ли, даете ли вы право, чтобы европейский союз… Конечно. Хотите ли вы, чтобы европейский союз и другие демократические страны упоминали ваши имена публично, что вы, как политические преследуемые, что ваше преследование должно быть остановлено? Однозначно, да. Да, однозначно. 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 Не хотелось бы права, которые здесь в стране есть, просто чтобы они работали, хотя, по крайней мере, эти права неработающие заставили их работать по защите прав свободы, свободы человека. Разрешите, я подытожу. Да. Учитывая усиление террора Комитета национальной безопасности перед выборами, перед парламентскими выборами Казахстана, да, я еще связываю с этим, возможно, что у нас террор вот так вот развязался, да, которые должны состояться 10 января 2021 года, да, вот на фоне вот этого вот усиленного преследования, да, я повторяюсь, террора, КНБ. Я хочу заявить, что каждый из нас, вот мы сегодня выступаем перед вами, да, мы вот сейчас в твердой памяти, рассуждаем мы адекватно, каждый из нас абсолютно здоров, ну, абсолютно, я не скажу, что абсолютно, но мы здоровы, во всяком случае, без следов ссадин на теле. Любые заявления властей о том последующем, вот мы сегодня сняли, да, вот это вот, как интервью нашу, наше общение, да, я хочу вот сейчас заявить, что, возможно, усилится опять давление на нас, я не знаю, может быть, даже опять с нами, не опять, вернее, а, возможно, может быть, даже за то, что мы сейчас высказали правду, возможно, захотят с нами расправиться, поэтому я сейчас предупреждаю весь мир о том, что мы здоровы, без следов ссадин на теле, повторяю, любые заявления власти о том, что мы там участвовали где-то в драках, были в нетрезвом состоянии, кстати, я не пью, я не пьющий человек, заявляю это сейчас вот со всей ответственностью, и хочу сказать, что я не бываю в нетрезвом состоянии, я не страдаю сердечной недостаточностью, у меня есть заболевания, но они такие рядовые, несмертельные, я живу с этим, и прошу считать ложной попытку скрыть политический мотив нашего преследования, причинения нам вреда для здоровья и жизни, то есть если будут такие попытки, то я хочу, чтобы весь мир знал, что это будет связано по политическим мотивам, только так, никаких бытовых там не будет, просто я уверена в этом. Это будет только связано. Кто будет еще добавить со своей стороны, возможно, Алият, Леген или Серик, если вы хотите, потому что я бы считаю, что нам уже пора заканчивать наш эфир, мы... Я еще переживаю, что мы подвергнемся прессингу со стороны, потому что государство использует другие рычаги, оно использует рычаги школ, допустим, меня без конца вызывать, начинает завуч, начнет беспокоить налоговая, там какая-то пеня в тына, находят, что не заплачено, то есть я уже подвергаюсь преследованию со стороны, используют практически всеми методами, они пытаются на меня... Пеня в три копейки, да? Да, даже инспекция по делам несовершеннолетних сразу начинает практически уже под контроль на меня брать... На ваших детей, правильно? У вас сколько детей? Да, хотя до этого, до моей активной жизни, они шесть лет... Я с маленьких лет воспитывал детей один, шесть лет они не беспокоили, но как только я стал активистом, сразу начинает появляться инспекция по делам несовершеннолетних, смотреть, как деды обуты, как они учатся, что едят, то есть начинают уже вот такие методы использовать, гадские методы, потом звонит директор школы. Да, я хочу добавить и сказать, что Серик воспитывает детей один, он отец-одиночка, поэтому вот посмотрите правительство, как оно о нас заботится, шесть лет не вспоминали, да? А тут как только Серик сказал правду, да? Сразу же они нарисовались и стали тут же... Тут же пошел контроль. Проверять, проверять именно, не помогать, а стали проверять воспитание, в каком системе, чистая или кровать. Искать возможные слабые места. Да, искать возможность отобрать ребенка, то есть найти рычаги давления, вот опять же, видите, как она заботится. Ваши дети абсолютно здоровые, они ни с кем не дерутся, правильно? То есть вот это очень важный момент. Да, нет, очень примерный. Вот я и спрашиваю, почему вы, ну, директор школы, допустим, она не стала сразу говорить, она бок о бок, она как есть воспитанный человек, она сказала, меня заставил позвонить начальник РОВД, поэтому я и звоню. Так и сказала. Леген и Алия, перед окончанием нашего эфира я хотела бы тоже еще услышать, насколько вы согласны с тем, что сказала перед этим Райгуль, насколько вы также ощущаете для себя физическую опасность, что в отношении вас могут быть различного рода провокации, которые будут представлены потом как случайные бытовые, какие-то нарушения ваших прав, драки и так далее и тому подобное. Что бы вы хотели сказать на эту тему? Я полностью согласен с предыдущими нашими ораторами, правозащитниками. Так, и также я заявляю, если что-то со мной случится, то винить это правительство по политическим мотивам и только по ним. И также я призываю все западное сообщество, которое борется за ценности демократии, наложить персональные санкции на этих трех глав, которых мы озвучили. Еще раз напомните, кто это? Это будет Карим Масимов, глава КНБ, Диза Турдаулетов, глава прокуратуры и Ерван Тургумбаев, глава МВД. Алия, как вы считаете, нужно что сказать? Я тоже совершенно солидарна с этим и просматриваю действительно соцсети, что у нас творится повсеместно в Казахстане, поэтому мы тоже не исключаем такие ситуации. И как бы все это хотим придать огласке на международном уровне. И как бы общаясь с активистами уже вот какое-то время, практически многие активисты, большинство не пьющие, не курящие, в принципе, за ним... Понимают прекрасно, что за ними 24 часа в сутки слежка, поэтому любой подвох сразу станет достоянием публичности. Кстати, я хочу сообщить, ко мне поступали угрозы того, что мне под... если я не прекращу свою деятельность, да, вот активную, мне поступала угроза от судьи административного суда города семей Тургаева. Когда он меня напистят МРП за то, что я там всего лишь сказала «Алга, Казахстан», да, и придерживаюсь... За то, что я придерживаюсь активной политики, активного... Активизма, да? Активной позиции. Активной деятельности, да. За то, что я имею гражданскую активную позицию. Меня вот на 50 МРП оштрафовали, плюс еще на суде. Судья мне сказал, если вы не прекратите свою деятельность, то дальше будет вам... Дальше для вас уже предусматривается уголовное преследование. Представляете? Судья мне административного суда вот так угрожал. Я это говорю не голословно. У меня есть видеозапись. А кто внутри, вот в семье, кто лично ответственный, кто приходит исполнять приказ Масимова? Вот если вы знаете, назовите фамилию, мы его тоже... А, конечно, они регулярно нас исследуют. Это у нас руководитель экстремистского отдела Мурат Ашханов, майор полиции, и сотрудники местной полицейской службы, которые прикомандированы к его отделу. Отлично. Вот лицо каждого из них и фамилия, имя каждого из них, пожалуйста, сообщите нам, и мы обязательно внесем их в списки. Я напомню тогда, что у меня лично есть, я буду отстаивать права активистов в Алмате. Если еще раз, то начальник ОБ, вот этот по борьбе с экстремизмом, я фамилию не запомнил, Маулензов, он меня при всех практически сказал, что в следующий раз ты узнаешь, что такое ментовской беспредел. Так и сказал. А, кстати, скажите, как вас по почкам ударили во время допроса? Во время допроса я просто, когда улыбнулся, попытались меня избить, попытались запугать. Просто за то, что я... Подождите, они вас избили или не избили? То есть они били, они поменяли к вам физическую силу или нет? Ну, когда я вас принял, сзади подошли, ударили по почкам. Ну, тогда это они применили к вам силу физическую, это уже считается избиением. Конечно. Ну, один раз ударили его. Они попытались. Попытались, это когда на вас замахнулись, смотрите, попытались, это когда на вас замахнулись, но не ударили. Нет, ударили. Кто это считается... А если ударили, значит, они уже применили физическую силу. Значит, они уже нарушили, это уже уголовная статья. Да, в следующий раз вы узнаете, что такое ментовской беспредел. Да. Вот. Дали мне 2 часа, чтобы покинуть город. Я должен был уехать. Хотя я приехал на мирный митинг, разрешенный митинг. Я никакого преступления не совершал. Вот так власти разрешают нам на митинги выходить. Ударами по почкам. Хорошо, дорогие мои. Спасибо. Я сейчас хочу завершить наш эфир. И для международных наблюдателей, для дипломатов и политиков хочу напомнить, что даже Лукашенко совсем недавно, дословно неделю назад, напомнил Назарбаеву о том, что благодаря молчанию международных СМИ и демократических государств о ситуации с правами человека в Казахстане, у Назарбаева есть уникальная возможность для того, чтобы совершать репрессии и очистить, навести порядок перед парламентскими выборами, который должен состояться 10 января 2021 года. Учитывая все вышесказанные свидетельства со стороны правозащитников группы из города СМИ, Елимай, мы обращаем внимание на это международных наблюдателей АБСЕ, которые уже сейчас, мы знаем о том, что направляются или ведут онлайн-мониторинг ситуации с правами человека и предвыборной ситуации в Казахстане. И все рекомендации, которые озвучены в посте правозащитникам Елимай, мы также публикуем вместе с этим постом для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Они будут переведены на английский язык. Огромное спасибо вам, дорогие правозащитники из города СМИ, за участие в сегодняшнем эфире. Огромное спасибо нашим комментаторам. Сейчас я вижу огромное количество из различных городов. И вот пишет Айя Садвакасова «Свободу политическим заключенным, свободу политическим репрессиям». Просит вспомнить случай вчерашнего незаконного ареста Калуловой Нургуль в городе Павлодара, Дарына Хасенова и многих других, которых, к сожалению, незаконно и политически преследуют и сейчас задерживают. Если у нас были проблемы со звуком, извините, пожалуйста, такое бывает, интернет неустойчивый, но мы стараемся донести месседжи от гражданского общества, от жителей Казахстана, из самых разных уголков страны для того, чтобы вы, как международные наблюдатели, имели возможность услышать их голоса и их позицию от первого источника. Еще раз огромное вам спасибо, огромное вам уважение за то, что вы делаете, за вашу отвагу, за вашу гражданскую позицию и до новых встреч и мы остаемся с вами на связи. Всего доброго. Вам спасибо, Людмила, за поддержку. Спасибо, Людмила. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Будет продуктивно. До свидания.